Здарова, вояки! У микрофона Зуберг и я вам принес еще немножечко новостей из китайского сервера. Сегодня поговорим про ЗБД-86, нерецензионную китайскую копию БМП-1. И казалось бы, чем нас с вами может заинтересовать такая маленькая никчемная ББМочка? Ну, наверное, тремя вещами. Первое, она премиумная. Второе, она имеет потрясающие для своего уровня и базы характеристики. И третье, это единственная премиумная ББМка, которая есть на лайв серверах. Да, сейчас она только на Китае, но в будущем она у нас 100% должна появиться. И вы мне можете напомнить про Сейбра, про БМПТшку, но БМПТ никогда не являлся чистой ББМкой. А Сейбр хрен знает где. Как бы я не представляю, когда он заедет на лайв. А эта телега уже на лайве. Перед вами, скажем так, геймплей похожей машины по классу и уровню, БМДшки. Почему не БМП? Потому что я не люблю копейки. Честно скажу, я люблю больше БМДшки. Но вернемся к нашим баранам. Итак, ЗБД-86. Чем она хороша? Прежде всего, у нее в полтора раза лучше раз в год. В принципе, на этом можно заканчивать обзор, потому что это уже имба. То есть представьте себе БМДшку или БМПшку, которая разгоняется не 3 секунды до отсечки, а 2 секунды без расходников. То есть потенциально можно еще быстрее разогнать, и машина будет разгоняться что-то в районе за 1,6, может быть 1,5 до отсечки. Максималка у нас тоже лучшая, 70 КМЧ. У ближайшего конкурента 66. Как вы понимаете, это просто феноменальное преимущество, потому что главная проблема БМД-1 и БМП-1 это низкая мобильность. В ЗБД-86 эта проблема решена на корню. Идем дальше. Обзор и маскировка. Маскировка формально здесь худшая. Но худшая, как сказать, 33%. Против 35 у БМД-1 и 34 у БМП-1. Как вы понимаете, маскировки одинаковы практически полностью. Обзорчик наоборот у нас лучший. 415 метров против 405 и 410 метров. Однако у БМД-1 есть преимущество. Прибор наблюдения и разведки, который увеличивает на 30 метров обзор стоя. Если бы подобный прибор был бы на ЗБД-86, я бы точно сказал, что это просто конченая имба. И Мэйл слегка потерял границы, что называется. Но мы идем дальше и переходим к прочности и общей живучести. По поводу живучести, естественно, я ничего не смогу вам сказать, потому что не катался на китайском сервере ПИНК-500. Это нереально. Но вот по поводу прочности скажу, что 1550 единиц, что на 150-250 единиц меньше, чем у конкурентов. Максимально 1800 с прочности у БМП-1. Как вы понимаете, машинка более худенькая такая, менее толстенькая, скажем, лучше так. Ну и за ней нужно следить, чтобы не склеиться с трех выстрелов. При этом у вас несколько толще борта и жопка, чем у соперников. Ну, возможно, иногда это спасет вас от какого-нибудь шального фугаса. Но я бы особо не надеялся. Ну и перейдем к рудиной системе, которая здесь один в один такая же, как у БМД-1 и у БМП-1. Просто бровь в бровь, потому что такая же толстая ракета с Альфой в 550 и очень медленной скоростью перемещения в 115 метров в секунду. Такая же долгая перезарядка, порядка 13 секунд. Очень неудобный в управлении ПТУР. И вообще, в принципе, все, что связано ПТУРом, здесь дерьмо, кроме одного Альфы. Альфа на всех трех машинах просто, просто сумасшедшая. Вылетает постоянно по 650-700 урона. Ну и на таких уровнях это просто имбища. Просто имбища. Хотя я бы сказал бы, что 400 пробоя хватает не всегда. Например, Леопарда-1 можно не пробить, ну, вот в башне. При этом у вас еще есть спарочка с ПТУРом. Обычная пушка, как он там, Гром, по-моему, назывался, да, я уже не помню. Какой-нибудь 2А, что-нибудь такое. Я не помню. Ну, в общем, пушка, типа, не пусковая установка, как она интересно называется. Типа, пушка-метательная установка, что-то такое. Потому что эти гранаты, которые она выстреливает, они, по-моему, имеют еще и небольшой движочек в фото. Но я могу ошибаться, я такой. В любом случае, у вас есть 2 орудийных системы, фактически. Хорошая ракета, просто с чумовым уроном, просто с чумовым, с конченным уроном. И у вас есть пушка, которая тоже имеет там 300 Альфа-страйка, неплохой пробой, хорошую скорострельность, но отвратительный УВН в минус 2 градус. Что получается? Подвижность у нас просто в полтора раза лучше, чем у наших конкурентов. Обзором незаметность такие же, практически. ХПшка у нас меньше, придется играть аккуратнее. Орудийная система бровь в бровь такая же. Ну и, наконец-таки, два последних аргумента. Первое. У вас премиум уровень боев, и это значит, что вы не попадаете часто к четверкам и просто насилуете все, что вам попадается на вторых-третьих левелах. И последний гвоздь в крышку гроба БМП-1 и БМД-1. У этой тачки, у ЗБД-86, есть тепловизор. Это единственная машина на третьем-четвертом левеле, у кого есть тепловизор, Карл, который снижает на 30% эффективность кустов для врагов. Вы понимаете, насколько это гигантское преимущество? Просто нереально. Вы будете пересвечивать всех. Вообще всех. Вот такие дела. Надеюсь, что вам было интересно про нее послушать. Жмякайте лайкоса, подписывайся, пишите что-нибудь и приходите еще. Будет интересно.